Сейчас мы переходим к еще одному важному свойству. Вот это вот процедура строения дерева, что это такое, я бы сказал, аппроксимационному свойству. Вот есть совершенно естественный процесс. Я бы назвал его сейчас, не вдаваясь в подробности, алгоритмом Муффитса. У нас есть число Х. У нас есть число Х. И мы хотим привязать от трабления интервала на интервала Форрея, то есть от траблений число Х. Итак, Х произойдет интервала Дельта на зараву Дельта на двери отрезок. Но мы с вами сделали следующую процедуру. Ну любой отрезок. Мы разбили на правый и левый отрезок в следующий угол. Давайте сейчас на какое-то время предположим, что Х число иррационально, потому что если Х число иррационально, то есть здесь он может приближать к двум отрезкам. Например, получающим свой фракатит интервала, а если Х число иррационально, то отрезок следующего уровня, которого принадлежит число Х, является предназначен. Ну вот в данном случае на рисунке это правый отрезок. Смотря на то, что это левый отрезок Дельта 1 и 0. Ну, продолжаем такую процедуру. У нас есть отрезок Дельта 0, вот есть Дельта 1 и 1. В нем содержится отрезок Дельта 2 и И1 и 2. Значит, И1, ну, я должен подписать И1 и 2, значит, что он сперва умножит в направлении И1. Ну и так далее. Дельта 3, И1, И2, И3. И индексы это все время лево-право. Ну, Ижи-ты там это 0 и 1, если пашечка нерева пишем 0 и пашечка направо, пишем 1, ну, это у нас просто формально. Ижи-ты эту, например, 0 или 1, то есть мы каждый, вот мы сделали стольких шагов х у нас уже по отрезке. Их у нас здесь в каком-то отрезке, посреди четвертого пропора, разбивая отрезок 0,1 на сколько там отрезков, и х в одном не дышит. Мы ограничиваем только эти отрезки, в которых лежит х, и проходим дальше по сбору нашего взаимодействия. Отрезок, в котором уже до х разбивается на два отрезка. Поскольку, чтобы нам не задумываться, предположили, что х условие рациональное, он лежит в ровном окном отрезке. И вот мы переходим от того отрезка из уровня n, в котором лежит в ровном окном отрезке, к тому отрезку из уровня n, в котором лежит в ровном окном отрезке. У него, значит, он либо вправо право, либо лево. Если право, мы дописываем здесь еще один х, если лево, мы дописываем еще один х. Вот такая есть последовательность. И в конце концов, вот внутри лежит х. Понятно, да. Что надо нам заметить? Вот если у нас есть отрезок дельта m1 и m, в котором лежит х, и он есть abcd, то всегда длина этого отрезка cd минус ab. c разделить на d минус r разделить на b, это 1 разделить на bd. Ну, прекрасно. 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 Слушаются ли сами? Нет, это просто потому, что так на индукции. И это, давайте я проиллюстрирую наизгебу. У нас был базис, давайте немножко побольше разобрать. У нас был базис целочистной решетки. Базис целочистной решетки значит, что площадь этого пармограмма на единицу. Когда мы вместо вот этого базиса рассматриваем базис вот из этих двух факторов или базис из этих двух факторов? Площадь этого пармограмма на единицу. А площадь это bd минус bc. s есть как раз ad минус bc. А вот если у этого адреска длина равна bd, то на что это адреска рассматривается? На два адреска ab, а тут конец a плюс c. c на b плюс d, я напоминаю, что мы снимаем сколько складываемых чисел, а другой a плюс c на b плюс d, cd. Ну и если у этого адреска длина была единица на bd, то легко проверить, что у этих двух. Может вам каждое длина будет единица на произведение знаменательных. Здесь знаменательные. Один знаменательный. В это b плюс d. А туда длина длина, это bb плюс d. Ну это простейшую различие. Я думаю, сейчас мы сопроводить не будем. Итак, все вот эти адрески, которые приближают x, они вот обладают вот таким способом. Так. Теперь давайте посмотрим. Это адресок длина n. Вот эти вот длина, да? Его концы, это соседние числа из fn. Что-то по fn. Соседние, да, конечно. Вопрос от cd минус cd. Вопрос от ab. Следует на равеншину? Ну они отличаются на единицу делить на 2 в степне. Правильно. Вопрос от житого и житую с первым элементом в одном и том же элементом, это житую с 1 на 2 в степне и житую на 2 в степне. Значит, это превращение, это просто единица на 2 в степне. Аминь. Аминь.